Всем привет! Сегодня попробуем протоптать дорогу Сульшера и узнать, что он делает не так, что так. Погнали! Будем делать это в FIFA менеджере. Сразу скажу, любая симуляция в менеджере это фикция, потому что любая игра это скрипты, набор определенных показателей, и она никогда не будет отражать то, что есть в реальной жизни. Поэтому все игроки, которые после футбольных менеджеров якобы устраиваются в какие-то клубы, но это все профанации, это реклама именно футбольных менеджеров и симуляторов. Смотрим нашу команду. Основная команда. Кто у нас здесь есть? Но опять же, давайте сначала будем делать немножко по-другому. Мы не будем начинать сезон. Посмотрим, что здесь сделали ребята, которые делали этот фан-менеджер. И чуть поменяем. Смотрите, ДХ опять звезд. Правильно, все, молодцы. Люк Шоу 5 звезд. 3,5 звезды. Ну да, в принципе, так и есть. Линделев 4 звезды. Ну, наверное, да. Харри Магуайр. Да. Бесака. Ну, Бесаки я бы дал бы, наверное, 9 звезд. Но очень сильно себя показывает. Да, и уровень, наверное, 80-го надо его поднять. Перейра. Ну да. Мак Томминой. Да, трудоспособный, но не сказать, что талантливый. Но вырасти может большого футболиста. Джесси. Да, можно ниже трех пускать. Решфорд. Решфорд, да, один из самых талантливых. Джеймс. Пигунок. Ну, не видно особого таланта пока что. Марсиаль. Марсиале можно дать и 4, а то и 3,5 звезды таланта. Ромеро. Да. Джонс. Джонс, наверное, можно и 3 дать. Тайгерой из него. Лидер никакой. Бали. Ну, наверное, только он травматичный. Даже сейчас. Фред. Фред, наверное, да. Погба. Погба, я бы наоборот сказал, минус к любой команде. Ну вот, контроль мяча у него 97, на самом деле, да. Эшли Янг. Ну, уже давно. Наверное, 3, а то и... 3,5 звезды, наверное, не больше. Гринвуд. Гринвуд пока что 4. Решфорд намного фигнее смотрелся в свое время. Грант. Нет. Ну, он не герой, конечно, для каждого в команде. Поторопились они. Минца. Минцы можно дать и 4. Может вырасти из него действительно хороший футболист. Задатки есть. Но, опять же, травма. Далот. 4. Роха. Роха не герой, да. 3,5. Матич. Я бы тоже дал 3,5. Туанзебе. Да, Туанзебе 4. А кого она говорил, что надо ему больше дать? Фасуменца, Туанзебе. Ну да, наверное, Туанзебе больше. Фасуменца, правильно. Сейчас посмотрим. Резерв. В резерве тоже не совсем согласен. Ковар. Нет. Митчел. Этого не знаю. Эскалари. Лейер вроде нет. Пока к основе не подходил. Гарнер. Это вроде капитан молодежки, если я не путаю МЮ. Мехби. Мехрби. Какого он года? Он у нас 2003-го. Не знаю, не видел его пока что. Ганнибала. Молодежки. Ну, по менеджеру один из самых талантливых. Но опять же, как они там делали. Но достаточно качественно все равно сделали, как по мне менеджер. Гомес. Гомес, ну, да, четыре звезды. Я бы сказал, один из лучших молодежки. Мью. Эмиран. Не знаю. Чонг. Фи-фи есть. Но опять же, в основе видел пару раз за молодежкой. Не слежу. Уолтсон. Не знаю. Дивайн. Не знаю. Вильямс. Вот Вильямс в основе уже бегает. И неплохо бегает. Так что Гомесу и Вильямсу, наверное, по четыре звезды. Других не знаю. Траоре. Не знаю. Не знаю. Ланга тоже не знаю. Тейлор. Маги. Милор. Овар. Митчелл. Мало кого знаю. Гарнера знаю. А почему у нас здесь? Вильямс. Вильямс даже покруче будет. И Чонг. Да. Вильямс и Чонг в основе бывают. Ну и Гомес тоже. Кого у нас Гомес? 18 лет. Чонгу 19. Вильямсу 18. А самому талантливому по менеджеру 16. Наверное, поэтому и не бывает пока что в основной команде. Ну, посмотрим детали. Трансфер. Ганнибал. Мехбри. Надо подумать. Можно и тебя к основе подпускать. Такая у нас командочка. Эмью. Покупать никого не буду. Буду играть тем, что есть. Буду копировать Сульшера до определенного периода. И посмотрим, сколько у меня будет очков, сколько у Сульшера. Стартовый состав будет конкретно такой же, как в матчах. А дальше тактику и замены буду делать свои. Но здесь, как правило, свои скрипты. Здесь много не забивается и не пропускается. Смотря как настроишь. Теперь давайте посмотрим общее положение дел в игре. Как у нас там дела обстоят на самом деле. С Эмью. Англия. Манчестер. Первый у нас Мансити по составу. Второй Ливерпуль. Третий Тоттенхем. Четвертый Челси. Потом Арсенал. Манчестер. Ну, в принципе, так оно и есть. Арсенал может быть чуть пониже. Но это чисто вкусовщина. Многие спрашивают, почему Сульшер с Манчестером идет на пятом-шестом месте. Так это пока что место Манчестера такое, к сожалению. Но, может, будем и выше. Вот такой у нас расклад в менеджере. Сейчас зайдем еще посмотрим на Трансфер Маркет. Ну вот, мы перешли на Трансфер Маркет. Здесь, в принципе, как я и говорил. Первый Сити, понятно. Потом Ливерпуль, Тоттенхем, Челси и МЮ выше сейчас Арсенала. По игрокам. Давайте посмотрим, что здесь и к чему МЮ. Цены. Наверное, самый дорогой Погба. Угу. Неиграющий игрок. Решфорд. Тебу же Решфорд, наверное, дороже поставил, чем Погба. Погба сдал. Харри. Бесак. Линдалев. 25 лет всего. Джесси. Старше Линды. Мак Томиной. 28. Ну, диковато немножко. Как по мне, Люкшоу тоже не сказал бы. Матич вообще уже не играет. В принципе, Теллот постоянно травмирован. Гринвуд, да. Туанзебе, да. Выше Минца, как я и говорил. Понятно. Вильямс уже семерочку быстро прибавил. Наверное, в самом быстро растущем месте с Гринвудом в МЮ. Ромеро. Грант. Понятно все. Ну, вот такой у нас составчик МЮ на Трансфер Маркете. Ну что, будем пытать сезон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok